Здравствуйте. В этом видео покажу, как улучшил смазку пеноли задней бабки токарного станка МН-80. Для улучшения смазки пеноли по окружности решил проточить распределительную канавку в корпусе задней бабки. Я уже сделал такую же канавку в корпусе задней бабки на станке Т-65, поработал и убедился, что смазка действительно улучшилась и упростилась. Как я сделал эту канавку, есть видео на моём канале, адрес есть в описании. Бывают такие виды работ, когда пеноль используется часто, интенсивно. Например, чтобы сделать один такой шарик с шестью додекайдерами внутри, я двигал пеноль 96 раз влево-вправо. И за всё время работы ни разу не лил масло на пеноль ни слева, ни справа. Я вообще не заботился о смазке пеноли, и пеноль оставалась смазанной. На пеноле было видно масло, работала пеноль мягко. А масло налил один раз на всё время изготовления шарика. Поэтому я решил сделать такую же распределительную канавку и в корпусе пеноли этого станка МН-80. Покажу, как я сделал эту распределительную канавку в корпусе задней бабки. Снял подошву у задней бабки из-за габаритов и для уменьшения дисбаланса при точении. Решил установить корпус задней бабки на деревянной оправке с диаметром, равным диаметру пеноли 20 мм. Выточу оправку так, чтобы корпус одевался на эту оправку с натягом, туго. Точу оправку. Оправку выточил. Вот так вот корпус задней бабки будет устанавливаться. Вот так будет стоять задняя бабка. Получается, ось вращения отверстия под заднюю пеноль совпадает с осью вращения шпинделя. Решил выточить канавку внутри разной глубины по окружности, так, чтобы максимальная глубина была сверху корпуса задней бабки, там, где расположена маслёнка, а внизу, где у пеноли проходит продольный паз, канавки вообще не было. Это я решил сделать для того, чтобы масло не утекало по этой канавке через продольный паз в пеноли. Для этого при точении канавки ось отверстия под пеноль должна быть смещена относительно оси вращения на станке задней бабки. Для этого сместил оправку так, чтобы максимальная глубина канавки была сверху задней бабки, то есть максимальный съём металла был сверху. Для этого этот кулачок подложил прокладку толщиной 0,5 мм. Оправка теперь стоит с эксцентриситетом и, соответственно, ось отверстия задней бабки состоит со смещением относительно оси её вращения на станке. Сейчас буду точить канавку шириной 4 мм. Из-за большого дисбаланса точу на самых малых оборотах. В верхней части прорезал канавку глубиной 1,5 мм. В верхней части видна канавка. Вот она. Проволочка упирается в эту канавку. Она прорезана почти на три четверти окружности, но чуть поменьше. Вот её хорошо сейчас видно. Вот видна канавка. По оправке видно, как хорошо вычелостилось внутреннее отверстие под пиноль в задней бабке. Сколько грязи оправка оттуда вытащила. Заднюю бабку собрал. Теперь масло, которое поступает из масленки, стекает из масленки в кольцевую канавку. По обе стороны пиноли стоит в этой канавке и при движении пиноли влево-вправо равномерно распределяется не только по длине, но и по окружности пиноли. Но смазка через масленку не заменяет смазку пиноли обычным способом, наливая масло на свободный конец пиноли слева. Я считаю, что надо смазывать и открытый участок пиноли. Теперь при работе пиноль всегда в масле. Вот так я улучшил смазку пиноли задней бабки токарного станка МН-80. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.